итак друзья всем привет сегодня у нас на обзоре iphone 11 64 гигабайтами как видите он product red вроде как бы видите здесь написано ну и собственно видите настоящий оригинальный iphone здесь у нас описание все о нем значит сзади я решил и мои пока заклеить здесь у нас такой и язычок за которым мы можем кстати на это пришел нас на обзор значит можем потянуть просто и ничего не надо распаковывать там как-то сложно просто тянем за язычок и все вот так вот открывается вот так вот о то эти действительно очень легко открывается коробка старая еще на новых айфонах 12 коробка большая здесь она у нас прошу прощения новых коробка потоньше и так вот так выглядит телефон тянем и друзья действительно выглядит достойно выглядит очень неплохо так ну-ка фу котейка начинает мне употреблять сразу же пластик вот так вот выглядит к нему у нас есть вот такой чехол а значит да выглядит друзья очень очень неплохо конечно не знаю как можно показать но выглядит очень очень на камере конечно это незаметно вот я смотрю значит что снимает камера и не видно да насколько он неплох мне кажется если бы вот это вот рамка была бы знаете такие такой глянцевый вот хромовый да то телефон был бы выглядел бы покруче но она алюминиевая вот эта вот рамка ну лишь железная не знаю и вместе с тем так тут уже что то есть будто будто что кто-то заляпал уже но оттирается значит но она матовая и покрашена ну значит телефон друзья выглядит вот так вот давайте пока его отложим посмотрим на комплектацию что у нас дальше так внутри у нас продакт red здравствуйте скрепочка две наклеечки apple наушники чего друзья я почему-то запомнил что apple не кладет наушники почему-то у меня такое было впечатление оказывается кладет вот они вот они наушники немного странно но друзья здесь походу нету переходника смотрите нету переходника с то есть если вы захотите в наушниках классических джетом послушать здесь нет вот этого переходника видите странно немного потому что я смотрел обзор на айфон значит 10 и там был переходник здесь уже нет ну что есть наушники это хорошо но эти как радует скотей только смотрите это хорошо единственный минус что они конечно проводные это наверное не очень кстати друзья друзья смотрите а наушники интересно здесь смотрите какой разъем наушников все понятно все то есть все стало понятно все стало на свои места друзья значит я еще не распаковывал новый айфон и не тестировал прям вот новый и так далее вот поэтому мне самому интересно сейчас значит его вот так о все видите спереди черный экранчик вот сразу же друзья сразу же значит возьму чехол вот такой вот это не реклама силикон кейс айфон стоил в районе 1000 рублей один самых дешевых из нормальных из того что было в и и сейчас soft touch силикон кейс вот открываем достаем кстати достается я его уже доставал не очень просто ну вот так вот все больше ничего нет в комплекте берем телефон и вы знаете мне обещали то что края будут выступать здесь ну то есть сейчас утапливаем телефон и вот так вот выглядит теперь он вот и здесь немного выступают края ну вот видите да вот и поэтому если вот он так будет падать слышите он экран не будет по идее портится значит друзья что же котейка ты готова к первому включению значит айфона но эти сколько спереди различных датчиков и так запускаем первый запуск айфона как тебе айфон вообще по запаху то неплохо ну вот цвет чехла более такой розовый да вот видите какой цвет тут видно какой цвет у значит телефона и от дни розовый оранжевый прошу прощения я оговорился цвет у чехла оранжевый значит рамочка друзья ну кстати в нашем обзоре мы бы я буду сравнивать потом с redmi note 8 pro и здесь смотрите на рамки ну вот я не знаю смотрите рамки толще вот край края видно что рамки боковые да они толще здесь у меня функция включена сверху эти здесь тоже сверху у меня просто включена чтобы не видно было капелька челка функция вот но друзья уже видно что рамки меньше redmi note 8 pro так интересно можно жили нет вначале нельзя сделать поярче экран а плюс друзья видите батарейка разряжена поэтому сейчас подсоединю значит то у меня есть быстрая вот такая крутая зарядка и плоская вот и сейчас я буду заряжать так не подходит от ноутбука ладно если не подходит придется уже тогда пользоваться зарядкой штатной комплекте который идет песенку поют так распаковываем все красиво так вот смотрите даже здесь о боже мой даже тут знаете как вот опа как все продумано до мельчайших деталей так и сейчас будем будем заряжать так 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 ну чё котейка чё ты стесняешься сказать то что ты об этом думаешь айфоне он тебе нравится согласись ты же просто без ума от этого крутого айфона верно ну что ж заряжаем чарджет вот а значит бунжур я сразу же хочу сказать я уже предупреждал что первый раз до лопа класс хорошо поэтому русский язык вот вот он русский язык я выбираю здесь выбор страны так россия то блин йо р россия вот выбираем идет установка языка быстрое начало поднесите свой телефон текущий айфон или айпад к этому айфон для входа настройки если ваши другие айфон друзья сейчас попробую это сделать у нас есть друзья сейчас я все это уберу у нас есть айфон 5 с и посмотрим сможет ли он все перенести все настройки оттуда сюда итак друзья я взял айфон 5 с и смотрите действительно поднес его и смотрите что он пишет настройка нового айфон настройте новый айфон ваши текущие настройки будут перенесены на него нажимаю смотрите давайте нажимаю продолжить смотрите что происходит эти ожидания другого айфона поднесите камере так камеру наложу хоп жду некоторое время смотрите смотрите видите код пароль своего другого вот этого айфона сейчас я ввиду сейчас секундочку ввел ждут друзья реально все очень быстро вообще не смотря даже на то что это айфон 5 с уже до потопной уже каком-то 2013 или 12 года и все работает эта система работает это просто лично для меня это просто удивительно так как я такого не встречал на андроиде особенно если встречается андроид старый какой-нибудь там с новым да ну что ж осталось ждать только активация айфон может занять несколько минут ну что ж ставим на паузу и ждем ну что ж я дальше смотрите одновременно почему-то заснул телефон я его обратно включил здесь видите уже настройка фейс айди однако на другом еще видите завершение на новом айфон пока информация переносится оставьте этот айфон рядом с новым айфон ну что ж я так что я оставлю его рядом ну и значит настрой фейс айди да ну давайте просто интересно и так как настроить фейс айди сначала поместите лицо в рамку камеры затем выполните круговые движения головой для показа всех ракурсов лица давайте вот такое у меня лицо так мешает двигаю так вы не видите вот так я двигаю по кругу так чуть опустить надо камеру и вот так вот я двигаю так просто я думаю что это может вообще надо шапку снять но у меня там такая прическа друзья просто вообще жесть так 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 теперь левее вот он показывает в какую сторону надо левее либо правее взял я просто у меня ужасная прическа но но вроде как все прошло надо одевать шапку потому что это просто невозможно такая прическа такая прическа вот значит вроде как бы все получилось теперь дальше медленно совершите круговое движение головой чтобы замкнуть кольцо ну что ж еще раз а медленно совершить круговые движения головой то есть надо головой крутить друзья я до этого все теперь кручу головой надеюсь что до этого я тоже все правильно делал так перенесите данные с устройства хорошо ну что ж давайте сейчас нажимаю продолжить и продолжаем значит перенос принимая условия принимаю так продолжить так службы ве геолокации позволяют приложением и службам таким как карты лака собирать данное вашем приблизительном местоположении ну ладно включаем так сири продолжить привет сири привет сири отправь сообщение привет сири как погода привет сири как погода привет сири поставь таймер на три минуты привет сири включи музыку так продолжить функция привет сири готова к работе продолжить улучшить сири и диктовку так делиться аудиозапись нет не сейчас помогите айфон совершенствование ну ладно не хочу я отправлять им дисплей true tone значит айфон автоматически адаптируется к внешним освещение освещенности чтобы отображать цвета единообразно в различных световых условиях чтобы параметр можно было изменить любое время в настройках экран ну давайте продолжим с true tone оформление светлое либо темное ну пускай будет светлое значит ну и еще надо ввести пароль ну что ж сейчас введем ну что ж друзья ну и после всех настроек опять перенос данных вот ждем когда с одного устройства перенесется на другое ну и котейка тоже ждет ты ждешь верно все ждем итак друзья после переноса всей информации значит видите наш телефон немного загружается вот так вот идет загрузка так все перенос завершен на телефоне 5s сообщение ну а здесь у нас идет загрузка ну что ж друзья после установки получаем сообщение восстановление завершено и нажимаем продолжить вот ну и после чего принимаем условия принимаем мы кстати уже так продолжить переключайте между невидимыми приложениями ну а это уже есть и в MIUI 12 включение 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 приложениями смахните дальше вверх или от нижнего края экрана и уберите палец чтобы увидеть недавно используемое приложение ну что ж все правильно быстрый доступ к управлению ну здесь то же самое что и в MIUI 12 ну что ж добро пожаловать так ну и вот оно управление жестами вот здесь у нас все приложения которые открыты да и так далее в общем то так так вводим пароль который мы кстати уже тысячи раз вводили ну ладно итак друзья всем привет сейчас я расскажу вам как сбросить настройки итак друзья что касается первых впечатлений после установки ну во-первых минусы разблокировки тут нету отпечатка ну или сканера отпечатка пальцев вот как Redmi Note 8 Pro поэтому отпечаток по лицу поэтому со стороны я не могу его разблокировать на таком расстоянии мне обязательно надо поднести его к лицу и не могу со стороны вот видите я здесь стою вот его разблокировать надо именно подойти не могу разблокировать вверх ногами я это проверял тоже проблемы значит соответственно ну ладно с этим нормально скажем по лицу есть тоже положительный момент и надо пальцем проводить там и так далее вот а теперь что касается плавности ну друзья вот тут небольшой шок потому что лично мне кажется возможно я конечно ничего не понимаю но мне показался интерфейс в редми note 8 несмотря то что процессор послабже ну как бы перелистывание побыстрее друзья конечно это вы не ощутите но мне кажется что на минут 8 быстрее происходит переход от экрана к экрану значит что касается загрузки приложения или игр то тут уже конечно понятно выигрывает именно значит iphone тут уже никаких разговоров нет ну вот значит я не знаю насколько запустили эта игра вот но я потом дальше покажу насколько быстрее вот iphone с этой игрой вы просто будете в шоке просто ощущение как будто он быстрее раза в три да если не больше чем редми note 8 вот даже когда уходит ладно сейчас уже долго видите как быстро загрузилась вот видели да сейчас смотрите здесь еще загружается несмотря то что тут 6 гигабайт оперативной памяти смотрите как быстро загрузился как быстро идет эта игра опять ладно еще раз показываю ну выключился он вырубился из-за того что этот подключается ну или просто вырубился эта игра часто выпадает ну видите до сих пор загружается мы уже зашли вышли все только сейчас она загрузился это по-настоящему насколько медленнее друзья это просто шок значит вот видите насколько медленнее он работает все вот видите видите вот просто шоке шокирующее просто потом что касается яркости мне кажется что экран на айфоне все-таки ярче дальше будет тест камеры тест камера круче здесь 12 мегапиксель в тысячи раз лучше не в тысячи но в разы раз лучше чем здесь 64 мегапиксельная камера от китайцев друзья по дизайну тоже единственная особенность это то что значит айфон он ощущение он чуть-чуть как будто найти ну сейчас в чехлах для он толще короче он толще реально и это ощущается в руке он тяжелый толстый значит по интерфейс друзья нету такого вау-эффекта знаете вот когда у меня был redmi note 8 pro появился вот тогда был его вау-эффект здесь как бы только вау-эффекта первый звук камера и производительность в играх может быть это и основное да ой может это и основные на значит штуки дизайн может быть да ну даже не дизайн а знаете как вот марка теперь вы появитесь айфоном все будут смотреть вау-эффект друзья в целом то интерфейс в основном в остальном очень напоминает даже последний значит милая 12 вот видите даже шторочка да видите вот здесь регулятор яркости да как устроены смотрите как здесь очень похоже ну вот это вот шторку копировали явно с айфона да и очень многие элементы элементы именно скопированы здесь отключена у меня управляем жестами но она очень напоминает именно управляем жестами здесь вот видите некоторые моменты здесь очень быстрый друзья из плюсов клавиатура работает лучше и быстрее чем на андроиде ну по крайней мере на андроиде 11 смеевая 12 вот загрузка не знаю как смотрите новая фишка что надо два раза нажимать на боковую кнопку чтобы подтверждать загрузку еще раз нажимать к кнопку я не знаю еще раз загрузку что это за хрень то такая что это кому это надо за че фейс айди опять что ли установить почему столько надо вход за apple айди почему ты требуешь apple айди почему что вам его поросит это да отстань ты уже с этим apple айди от меня уже 20-30 раз вводишь постоянно что это такое блин тридцатого раза все-таки удалось сейчас начать установку браузера и видите в начале такой зависом как будто это какие-то там какое-то сложное приложение не знаю чем там собирает скачивать так долго или почему он так долго сказать почему дублируется тоже ладно непонятно сейчас подожди так друзья я наконец нашел одинаковые обои смотрите здесь у нас экран уходит в желтизну на айфоне одиннадцатом а вот на redmi note 8 pro экран естественно зеленый то есть если честно меня не особо впечатляет экран вот на айфоне одиннадцатом это единственный можно сказать минус ну что друзья решил сыграть в асфальт я вам честно скажу что такого звука я не слышал вообще нигде это что-то с чем-то вообще звук такой что просто как будто аудиоколонка просто еще не работает два раза нажать тормоз но звук просто ошеломляющий ну понятно понятно ну что ж ты так долго то показываешь эту анимацию я просто не пойму чего тут но никаких вот задержек точно нет и звук просто не знаю очень крутой звук просто вообще как колонка еще раз как будто прямо в руках заиграл я просто был в шоке и смотрите насколько быстро сворачивается как все происходит очень круто друзья ну что ж давайте сейчас проведем тест антуту и посмотрим результаты начинаем тест и надеюсь все настройки сбросил сейчас будет тест антуту и потише сделаем как всегда и посмотрим сколько баллов наберет поехали 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 итак друзья вот он результат так ставим пока not now вот 463 тысячи до 463 тысячи если сравнивать средний ноут 8 про то там где-то 280 тысяч да то есть на 200 почти тысяч больше на 200 друзья 200 тысяч представь себе значит так что вот так вот сейчас друзья я ищу где у меня приложение которое необходимо потому что у меня здесь огромное количество вот он бенчмарк антуту я вам хочу показать надеюсь не сбросились баллы и вот 200 ну 80 было 285 тысяч ну где-то видите разница тоже округляя значит 470 ну где-то ради 190 там 180 тысяч ну я округлю до 200 так же друзья вот такие вот результаты значит вот здесь можно посмотреть поподробнее у них какие конкретно вот результаты и что хочется сказать друзья значит ну телефон действительно в играх работает ну мягко сказать очень хорошо то есть игры идут все просто очень замечательно итак друзья когда только распаковал iphone 11 на нем было айос 13 и сейчас расскажу о том как можно обновить я уже правда обновил ну ладно все же все равно как обновить айос айфон прошу прощения 11 до последней версии айос ну данном случае обычно это сейчас данное время 13 версии до 14 заходим в настройки заходим в основные здесь у нас есть обновление по заходим и здесь у нас уже мне уже конечно говорится о том что установлены последние но здесь дальше есть если у вас 13 версии нажимаете здесь обновить до 14 версии вот как у меня 14 3 и устанавливайте последнее обновление друзья вот собственно и все я не знаю еще что сказать яркость на телефоне на максимум так что надеюсь вам было полезно все добре всем пока до свидания итак друзья хочу чтобы вы сравнили производительность у айфона одиннадцатого игре спринфилд ну так быстро у меня игра еще не летала блин это вообще что то с чем то не знаю сейчас загрузится ли вообще значит загрузился друзья ну и смотрите насколько медленнее работает в редми ноут восемь про насколько медленнее да я думаю что вы заметите да сейчас насколько вот производительность действительно в айфоне одиннадцатом насколько она больше ну вот смотрите я двигаю здесь и здесь я думаю что это ну ладно дальше вот эти ошибки потому что загружена игра сверху снизу ну я думаю что вот этот пример вам покажет или показал насколько действительно лучше значит производительность ну и давайте сейчас свернем раз свернули и здесь тоже попробуем свернуть и здесь надо больше шагов делать но несмотря на это вот так вот выходит приложение одно и другого так и яркость так побольше яркости кстати вот насколько можно судить яркость у айфона одиннадцатого получше ну и экран как-то поприятней вот ну и не знаю еще что сказать сейчас будут тестировать других попробуем проверить сравнить камеры причем я честно скажу я не знаю что фотографировать вообще сейчас попробуем может сделать небольшую инсталляцию с различными предметами и попробуем сейчас сфотографировать так и вот так вот еще вот так и сейчас сфотографируем все это на два телефона и посмотрим ну во-первых сразу же видно что айфон фотографирует быстрее ну вот 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 смотрите видите что он быстрее видите он быстрее реагирует ну и теперь давайте посмотрим на мельчайшие детали хотя конечно так увеличиваем увеличиваем смотрите детали здесь действительно на раме ноут восьмом очень хорошие детали и я кстати готов удивиться тому что возможно но друзья вот он вот она смотрите мегапиксель здесь вроде бы 12 здесь 64 мегапикселя но смотрите текст вот такой размазанный не читаемый а теперь смотрите здесь текст я его увеличиваю и он идеально читаем ну вот если коротко о разнице камер хотя издали видите вроде все ярко все хорошо вот так же вроде как бы и как и на айфоне да вроде бы да но только приближение показывает где действительно настоящие детали давайте сейчас кнопочки здесь ну с кнопочками уже получше тоже видно что они но нет все равно лучше кнопки с кнопками разобрался айфон вот то есть видите здесь слишком все смазано здесь четче намного намного четче вот такой вот вот такой вот быстрое сравнение хотя друзья можно было говорить да что китайские вот эти 64 мегапиксельные камеры они просто в тысячах лучше чем у айфона 12 мегапиксельная камера но оказалось что нет у айфона оказывается камера несмотря на то что 12 мегапикселей несмотря на это она камера лучше да 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 друзья я честно скажу вам что касается интерфейса мне очень как бы нов я не пользовался никогда значит айфонами вообще никогда поэтому дизайн для меня этот в новинку и дизайн и интерфейс и все и все и поэтому в начале бесит огромное количество настроек различных да то есть если здесь просто зашел под логином и паролем да то здесь надо блин столько всяких что-то тебе пристает введи пароль от этого того двоичная вот идентификация там назови это то некоторые параметры я уже даже забыл какие при регистрации вот этого логина ну значит как там называется даже iCloud пароль или apple id я уже забыл блин и тут надо вводить и там что-то отвечать на вопрос вводить еще какие-то параметры сброс настроек тут если здесь за секунду происходит то здесь надо смотрите основные настройки потом ввести смотрите сброс выбрать потом смотрите сбросить все настройки теперь ввести код пароль а потом не все да а потом он у меня здесь еще спрашивал здесь спрашивал какой-то там четырехзначный код я уже даже забыл как он называется сейчас уже не спрашивает после того как я заново все переустановил ну короче жесть полная жесть очень печально и и вот так вот и и и и и и